Для нормального протекания беременности необходимо, лучше всего, подготовка к беременности супружеской пары. Поэтому все тесты, все анализы, которые нам доступны для проведения их антинатально, то есть мы говорим до беременности, являются самым благоприятным вариантом для течения последующей беременности. Какие же это тесты? Прежде всего, общее состояние их здоровья, чтобы нужно понимать, есть какая-то патология. Общий анализ крови, биохимия крови, общий анализ мочи, коагулограмма. В условиях пандемии это имеет очень большое значение. В дальнейшем мы приступаем к исследованиям более специфическим. На первом месте, конечно, стоят генетические исследования. Это совместимость супругов, термин, который определяет лейкоцитарную совместимость, то есть по антигенам. Если есть совместимость, то есть и муж, и жена полностью идентичны по этим антигенам, то это как раз неблагоприятный исход. Если мать и отец абсолютно идентичны, то не происходит правильного формирования плодного яйца, и на каком-то этапе начинаются проблемы. Но, конечно, в современном акушерстве, если есть уже такая, сделан этот анализ, есть такая информация, удается достичь положительных каких-то моментов, но это только в том случае, если проведена подготовка к беременности. В дальнейшем тесты, которые нас интересуют, они применяются при планировании семей, это те инфекции, которые передаются половым путем. Это герпетическая инфекция, цитомегаловирус, мекоплазно-хламидийная группа, гординелы и так далее. Во время иммуносупрессии, которая имеется во время беременности, они активируются, могут приводить к патологии околоплодных вод, как олигомиозу, так и полигидромиозу, к хроническому эндометриту, а в родах хорианом неониту и дальнейшим проблемам. Основной контингент женщин, которым необходимо обследование на различные формы тромбофилей, это женщины с отягощённым акушерским анализом. Если было невынашивание у женщины, если неоднократные попытки ФИФ без эффектов, если были замерзшие беременности, если была прекламсия, а всё эти проблемы приводят к задержке внутротромного развития. Когда мы говорим, что если ретарб больше двух недель, мы не можем пускать женщину в роду, её нужно оперировать. Существуют тесты, которые позволяют с самого начала, буквально с 9 недель, это пренатест с 9-10 недель, понимать, каково состояние плода. Этот пренатест для того, чтобы исключить основные 5 грубых пороков развития, связанные с дауном, трисомией и так далее. И, конечно, это оптимальный вариант подготовки к беременности, решения всех этих вопросов до наступления беременности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова